здравствуйте друзья у нас короткий вопрос но неплохой такой знаете что делать если достиг поставленной цели цели полагания мотивирует но как быть когда пришел к намеченному и потерял мотивацию да конечно друзья легче всего живется тому у кого вообще цели нет и он так как бы и не добивается ничего а просто радуется каждому дню вот тут пивка попил там на рыбалку сходил здесь за грибочками тут с ребятами там ну чего там с девушкой прогулялся но как-то вы знаете это сам процесс радует пойти как только нет задачи получить результат и человек может получать удовольствие от процесса то это конечно намного лучше вот и так вот нам говорят была цель добился цели и как-то опустошение наступает в этот момент это правда это как бы общеизвестная вещь у спортсменов это большая проблема потому что люди идут каким-то достижением и дальше вдруг все понимаете вот он достиг он там получил свою медаль или там поднялся на ту ступень пьедестала на которую мечтал подняться а дальше нету все это сложно очень очень сложно и депрессии на этой почве бывают и там не знаю масса людей совершенно несчастных вы на них смотрите мы все на них смотрим их по телевизору показывают у них там особняки стоят на холмах вот и тачки дорогие там по 10 штук в гараже каждая уникальная а радости нет потому что что-то там и мешает в частности вот отсутствие какой-то цели это очень серьезная проблема у детей родившихся в семьях родителей которые добились высоких результатов в жизни очень редко бывает что допустим вот там сын академика академик или там какой-то там ну скажем выдающегося ученого тоже выдающийся ученый сын композитора выдающегося композитора такой же не менее выдающийся композитор и так далее понимаете это все очень так сложно и получается что сколько там не ну и штанов не выпрыгивай а вот на такой уровень ты не поднимешься и это план как бы самого детства такая высокая что и прыгать бессмысленно очень страшное дело единственно что можно сказать что утешение что когда человек чего-то добился это и дальше не знает чего делать это гораздо лучше чем когда он не добился вот допустим он добивался 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 и не добился и не знает что делать вот он то ли дальше добиваться то ли может быть цель поменять ну то есть вот как жить дальше в этим если человек чего-то добился это развязывает ему руки и он может сформулировать какую-то другую цель, это цель которую он уже добился может на самом деле, и часто это бывает, это не та цель, которая действительно ему прописана была сверху, ну вот там, я не знаю, родители жена, общество какие-то обстоятельства, там, навесили на него какую-то цель стать адвокатом, там, защитить диссертацию, там получить какую-то, я не знаю, должность купить дом, там я не знаю, какая это у него была цель вот, и когда он ее добился, вроде как он обязательства свои выполнил, там ну перед кем, там, надо было выполнить, и вроде бы и свободен, руки развязаны он может подумать о чем-то еще, вообще, я много раз говорил, еще раз повторю, что самое лучшее, что можно сделать с такой левой целью это реализовать ее тогда у тебя не будет ощущение, что ты чего-то не доделал что должен был, да не сделал и так далее, всякое особенно, вот, завиральные всякие цели вот она завиральная, ты ее добился и ты говоришь, эх, понеслось и ты легко уходишь легко расстаешься с этим добившись, а не добившись легко, сложно уже проблемы какие-то самое правильное в борьбе, так сказать, с отсутствием цели это, когда ты приближаешься к завершению, ну, к реализации цели знать, что будет дальше ну, или, там, планировать себе что будет дальше потому что приближаться ближе, 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 ближе к цели и быть не в состоянии ответить себе на вопрос дальше что а почему, собственно почему надо думать об этом тогда, когда ты уже в точке а не тогда, когда ты подходишь к этой точке когда ты в некоторой окрестности этой точки когда ты можешь вполне визуализировать, так сказать свое присутствие в ней и уже заранее задаться вопросом дальше что понимаете, заранее проще ты как-то видишь по-другому ты на тебе нет давления что вот ты вот пришел, ничего не делаешь не знаешь, куда идти нет такого давления ты же идешь куда-то у тебя есть цель есть, ты к ней идешь ну а так уже подумываешь и подальше тоже почему нет это самый простой самый легкий такой способ не всегда получается не всегда борьба, так сказать за реализацию цели связана с тем что ты думаешь а дальше что есть люди, которые вообще не думают сильно дальше вот он видит и идет и нельзя сказать что он там допустим чем-то плохо этот человек но просто он так устроен и когда я говорю что лучше конечно задуматься об этом заранее это не значит что вот он захотел и задумался понимаете ну если у него есть такая свобода выбора да и он сказал бы а действительно давай-ка подумаем и подумал это одно а если он ему говорят надо бы подумать он говорит да что я тут пахать и пахать что я буду думать понимаете он очень увлечен тем что он делает и все значит но если мы говорим о том что человек уже в точке и ему не хватает мотивации он уже там то вопрос вот в чем я думаю сам для себя значит есть ли принципиальная разница между человеком у которого нет мотивации между одним который чего-то добился и не знает чего дальше делать или таким у которого нет мотивации но он никогда ничего не добивался то есть он хочет но как-то вот не пришлось добиваться наверное все-таки это два разных человека потому что один который уже добивался он как-то в большей степени верит в себя он в меньшей степени слушает всяких людей неправильных он скорее всего имеет какое-то окружение уже в своей жизни из позитивных людей которые могли бы например дать ему какой-то толчок в мотивации может быть открыть какие-то там дверки которые он даже и не знает что они есть то есть он уже окружен он уже окружен другими совсем людьми поэтому я думаю что ему проще намного чем тому который никогда ничего такого и не мог добиться то есть он уже не так плохо спозиционирует но по большому счету почему нет вот этой мотивации потому что человек сам не знает куда он движется то есть если видеть какую-то очень далекую цель то промежуточную цель несложно наметить вот там есть далекая -далекая цель значит у нас три промежуточных цели сначала вот это потом вот это потом вот это но если ты вот этой далекой цели не видишь тогда получается что все твои цели они близки но но в этом и проблема близкой цели что она не имеет смысла если нет далекой вот вот же вот же в чем проблема например вот ты учишься в институте да и ты знаешь ты растешь в семье ты у тебя там допустим я не знаю вот у меня там папа был военный мама инженер ну неважно у тебя какая-то семья допустим учитель и бухгалтер там еще что-то и интеллигенция она вообще сама воспроизводящаяся она как правило дети людей с высшим образованием они они тоже хотят получать высшее образование как правило значит ведь ты растешь и ты знаешь что ты после школы идешь в институт и там есть проблемы какой институт там иногда вот просто слушаешь родители но ты знает что ты в него ведет это не является конечная цель итак промежуточной фирму она на пять лет на на четыре на 5-6 там у кого что значит и ты не идешь 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 ты вроде как она самоценно уже не так важно, что ты потом будешь делать, но вот, а уже ты все-таки, ты уже с высшим образованием, вот, мы росли в такой сергенах. А ты, потом ты закончил. Ну, тебя куда-то послали на работу, вот, в наше время тебя посылали на работу, ты не мог это отвалить никуда, вот тебя посылали на работу. Ну, то есть мог, но это уже какие-то сложности начинали. И ты пришел на какую-то работу, и ты, конечно, можешь спросить себя, а дальше что? Вот, где я буду через 10 лет? Вот. Ну, и ответ, либо он был очень грустным, вот, скажем, например, типа, вот буду сидеть на том же стуле, может быть, немножко в другой должности, там, не инженером, там, не знаю, там, третьей категории, а буду, там, не знаю, первой категорией, или там, ведущим инженером, ну, вот такого плана, да, или там, на предприятии. Сложно было, понимаете, человек не был в состоянии ничего планировать, все было так завязано и упаковано, что просто ты, ты мало, на что мог повлиять, очень мало возможностей было. Сейчас другой мир совсем. И так много разнообразия, особенно, если ты молодой, там, не знаю, в 20 лет, столько возможностей, что просто, я не знаю, до умопомрачения, сколько всего можно сделать, и понять, кто ты, что ты, к чему тебя тянет. Значит, ну, пробовать надо, в конце концов. Ну, попробуй одно, попробуй другое. Не знаю, разве кто-то может тебе сказать, вот, к чему тебе стремиться, там, завтра или послезавтра? Из опыта жизни. Чем больше у тебя жизненного опыта, тем лучше ты знаешь себя, и к чему ты стремишься. У тебя могут быть какие-то учителя, там, люди, которых ты слушаешь. Я уже не говорю о том, что там, ну, например, можно пойти там тест какой-нибудь взять. Там, я извиняюсь, по профориентации. И я первый раз взял такой тест, мне было 50 лет уже, больше. Я уже видео снимал. Вот. И вдруг выясняется, что у меня там одна из шести моих предрасположенностей, это видеооператор. Ну, вот на тебе. Так знал бы я это в 15 лет, я бы, может, по-другому вообще на все смотрел. И так далее. Хотя довольно точно все там получилось. То есть я там получился и педагог, и психотерапевт, и хирург там, и что-то такое. Ну, я, допустим, не хирург, но, в общем, в целом, как бы довольно точно. И мы преподаватели математики там. Вот. Так что, что тут сказать? Очень точное совпадение получилось. Поэтому не такие плохие штуки эти тесты. Они хотя бы могут тебе подсказать какое-то направление. Вот. Но тут еще, знаете, что? С одной стороны, мы, конечно, там о предназначении, там, и так далее, думаем, это здорово. С другой, я хочу сказать, пока там это предназначение не проявится, как-то не проклюнется каким-то таким сигналом, я думаю, вот чего. Все-таки очень важно ценить то, что есть тоже. Вот. Руки на месте, ноги на месте. Понимаете? Там каких-то крупных болячек нету. Родные там здоровые, там дети. Я не знаю. Ну, вот как-то жизнь просто идет, и нет в ней никаких таких серьезных ну, проблем, знаете, со здоровьем, с жизнью, с какими-то такими катастрофическими вещами. И это уже само по себе настолько здорово. Вот это надо ценить. Я думаю, что если это ценить, то другое немножко отношение будет. То есть вот отсутствие какой-то такой очень там большой какой-то цели, которая тебя поглощает и так далее, не будет уже такой прям уже большой проблемой. Я думаю, что вот если ценить то, что есть, и так много у нас есть, чего надо было бы ценить. И что мы на самом деле привыкли ценить только тогда, когда оно пропадает. Вот когда нет здоровья, ты начинаешь ценить здоровье. Когда люди там, разрушается семья, они вдруг начинают понимать, какая хорошая была семья. Работа, вот которая есть. Вот сейчас у него работа, и эта работа его не сильно заводит. А потом у него нет больше этой работы. И он думает, боже, а ведь как неплохо все было. Ходил на работу, ребят хорошие, там вроде и занятие такое было неплохое. Мне не хватало какого-то, я не знаю, там, бог знает чего. Ну, ну да. Но ведь, ну ведь, ну то, что было же, не было плохо, а было, в общем-то, нормально. И вот когда его нет, вдруг ты понимаешь, что не так плохо все и было. Поэтому, я бы вот так сказал. То есть, безусловно, надо стараться найти, чем себя занять так, чтобы гореть, светиться и так далее. Но, в общем-то, и, и, и то, что сейчас есть, вот, тоже, наверное, не так плохо. И, это, за это, давайте, ну, кто выпьем, а кто просто там, скажем, спасибо, вот туда наверх посмотрим, там, и скажем, спасибо тебе там наверху, что, в общем-то, все не так плохо. Все, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok